Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем обзор коллекционных мини-фигурок из первой волны Friendship из Magic Collection, посвященной жителям фермы Сладкое Яблоко. Но сегодня у нас будут не сами жители, а их гости, не очень-то хорошие, но тем не менее. Здесь у нас Флем и Флем вместе с их чудо-машиной, суперскоростной сидоровыжималкой 6000. Этот сет, кстати, называется так, суперспидисквизи 6000, они убрали почему-то отсюда еще слово сидор, но тем не менее, это она и есть. Это большой сторипак, это маленький сингл-пак, вот этот маленький один понька продается по цене от 250 до 300 рублей, а большой сторипак от 700 до 1000 рублей, смотря где найдете. Давайте посмотрим сначала коробку, потом ее откроем. Значит, на сингл-паке у нас ничего интересного в звании нету, а здесь у нас, смотрите, большая картинка с, собственно, вектором из мультсериала, с самой их чудо-машиной, Флемом, и надписями «Добро пожаловать на ферму Сладкое Яблоко» и названием сета. Еще раз такая вот штукенция, огромная на самом деле, давайте ее достанем и посмотрим поближе. Давайте начнем с самих фигурок. Эти фигурки уже выходили, но в другом образе, в восьмой волне. Тогда были вот такие вот неоновые фигурочки, Флем и Флим. Они были с неснимаемыми шапками, и все остальное у них тоже не снималось, но у этих тоже, по-моему, кроме шапок ничего не снимается, насколько я вижу. Ну, они снимаются. О, вау, вот они тут все снимаются. Ладно, давайте начнем с Флема, раз я уже взяла его в руки. Это тот, который с усами. Кстати, метка тут с обратной стороны, но это нормально. Практика, они периодически отзеркаливают. Здесь он, по-моему, что-то агитирует или поет, не знаю. В общем, да, усастый, как видите. Ну, по цвету тут сложно судить, потому что они бурененовые, поэтому цвет мы рассматривать не будем. Но в целом, в остальном, фигурки несколько претерпели изменения, хотя основа мода явно та же самая, видите, те же самые длиннющие ноги, хвосты, ну, не очень похожи, если только совсем чем-то, да. Ну, и форма головы явно тоже чем-то что-то такое напоминает. Опять некоторые стыки у нас не очень хорошие. Но, тем не менее, у нас меточка чуть-чуть съехала вниз. Должна быть чуть повыше, глазки у него закрыты, усы. Ну, почему-то языка не видно. Да, без одежды он смотрится довольно странно в этом положении. Одежа у него из мягкого пластика, рубашечка его, камевая жорская полосочка с бантиком. Так все это застегивается, типа как у куколы Квестра Гелла, кстати. И шапочка тоже на силиконовой резиночке, тоже с таким же принципом, как и у единичных фигурок. Пынь-пынь-пынь, давайте его оденем обратно. И шапка, тыщ. Забавно. Вот он наш одетый флэм. Прикольный такой. Эй-эй-эй, гей-гей, ну летай. Стоит хорошо. Флим. Тоже другое немножко на внешний вид, но все еще очень похож на предыдущего себя подлиненок. У него тоже рубашечка снимается, метка у него с той же стороны. Тоже половинка яблока, тоже зеркальная. Не помню, как у них было в сериале. Я вам вставлю, конечно же, скриншоты. Это мы уже не будем снимать рубашку. Я верю, что снимается. Просто вот эти вот изогнутые копыты сложно будет обойти. Так, вот с этой стороны он наоборот тоже, в общем, открывается. Закрываюсь обратно. В общем, то же самое у него одежишь снимается. Грива из отдельного кусочка пластика. Вот тут немножко стыки неровненько сделаны. Тоже с открытым... Что у него с рогом? Ты заканчивался весело. Говорит, он почему-то был и есть очень какой-то поникший. Чувак. Вернирок нормально. Как-то он, короче, помялся в упаковке. Кстати, машину еле вынулась быстро. Как-то сурово там все запаяно. В общем, рог немножко у него поникший. Вниз смотрит. Бедняга. Так, ну тут все то же самое. И шапка. Шапку давайте оденем. Так, вот. Одели шапку. Коренненько немножко. Можно еще попробовать... А, ну вот если наску лом тянуть, нормально. Можно еще попробовать, конечно, сзади цеплять. Но там как-то все... Не бага с этим рогом. Ну, моему только так повезло. Но спереди это смотрится эпично. На него куда-то явно падает еще и в сторону. Какой-то такой... Да. Вот. Для сравнения с предыдущим. Да. Очень смешно все-таки это выглядит. В общем, хорошенькая фигурочка. Нечистая рога. Стоит хорошо. Дальше. Машина. Это отдельно. Я так говорю. Я ее очень долго доставала из блистера. Потому что она очень глубоко там сидела. У нас причем получилось несколько деталей. Вот эти вот штуки не были в саму машину вставлены. Но тут есть места, куда их надо поставить. Причем они так отчетливо обозначены. То есть, тут три вот этих баночки. А тут вот эта продолговатая штуковина. То есть, тут такие места, чтобы не перепутать. И еще тут есть, смотрите, вот эти вот штучки для того, что, наверное, можно туда сажать пони. Да, заново, я так понимаю, вот эти дырки очень соответствуют вот этим отверстиям. Так, раз. О, да, слушайте. Можно посадить поняшку. И он тогда будет устойчиво стоять и не падать. И второго брата можно тоже посадить сюда. Вот. И они тогда хорошо стоят. Очень устойчиво. Никуда не падают. Можно вот прям брать так и переворачивать. Они нормально стоят. Кстати, смотрите. Ух ты. Винтики есть. Никогда не в делу мини-фигурок, в мини-фигурках использования таких винтов. То есть, такая сурово собранная машина из различных деталей. Не то, что там что-то там покрашено. Нет, она действительно собрана из разных деталей, котлитых. Колеса действующие, крутятся, как вы видели. Вот это вот наклейки. Наклеенные. Да, вот это тоже наклейка. Труба. Прям шаг. Трибуна. В общем, да, очень эпично смотрится. Все катается. Здорово. Одним словом, давайте попробуем поставить эти штуки на свои места. Так, эту штуку вот сюда. Согласно меткам. Так. Стой. Это какие-то, короче, приспособления. Все-таки свалилось. Все-таки не выдержала душа. Поэту стой. Свалился с этой штуки. Всякие сидородовилки и прочее-прочее. Покрашена. Серенькая пластмасса и покрашена. И вот с другой стороны прям другие клевые штуки. Они еще тоже снимаются. Вот эти вот колбы. Прям замороченный набор. Вот эти колбочки открываются. Да, все три открываются. Забавно. Надо подальше, чтобы они не падали. И тоже есть отверстие, за которое можно прицепить вот сюда. Ну да, вроде совпало с этими самыми. Все правильно поставила. Для таких умных, как я. Даже обозначено, куда что ставить. Вот можно, соответственно... Ну-ка, старые варианты поник улезут сюда. И, ну, в общем, если постараться, то и старые варианты тоже... Ну, дурки, наверное, то не изменились эти технологические. В общем, да, видите, можно старых катать. Лимфоны. Очень здоровская машина. Своих денег, на мое мнение, явно стоит. Тысячи тысяч. Но, как еще раз говорила, лучше, конечно, искать в разных местах. Потому что вот я покупала за 700 почти рублей. Там чуть меньше. А в других местах он почти тысячу стоит. В общем, как я говорила в самом первом ролике из этой серии. Лучше поищите, посмотрите, где подешевле. Потому что наборы клевые. Но можно поискать и их найти по разным стоимостям. Ссылки на другие видео из этой серии можно найти в описании к этому ролику. А это видео, я надеюсь, было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Тома. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok